всем привет вот хочу поделиться мнением об этих часах значит это лет часы настенные зеленого свечения моделька 4622 4622 это означает 46 сантиметров их длина и высота 22 довольно крупные настенные часы здесь была небольшая переделка значит поставил гнездо под штекер 3 5 миллиметра стерео штекер для более удобного подключения так как они меня на стене висят и идет прозрачный телефонный провод по стене в принципе не видно все довольно аккуратно потому это и переделывалась но не в этом суть видео это снимаю по той причине что я в этих часах полностью разочаровался и хочу донести тем людям которые вдруг захотят купить что-то подобное то лучше это не брать разочаруетесь значит в чем заключается проблема этих часов когда их принес домой включил первое включение было первое разочарование значит вверху находятся самые крупные сегменты у нас часы минуты и секунды вот когда они включены идет время значит и которые сегменты задействованы они светятся ярко и засвечивают сегменты которые не задействованы и получается смазанное изображение практически ну плохо очень читаемо это она с метров 4 5 наверное еще более-менее что можно разобрать с близка очень плохо все смазано вот эти нижние то еще ничего нормально работают и показывают красиво четкое освещение верхняя и вот я хочу в этом видео разобрать их я уже как бы разбирал но я для вас то снимаю хочу показать что внутри там налепили в общем почему она засвечивает и попытаюсь что-то сделать с этим не знаю если получится в общем по-разному здесь скрутил ну буду пробовать так давайте я сейчас включу и вы посмотрите сейчас я выключу все освещение так будет гораздо лучше видно и вы поймете о чем я говорю так приготовил я вот временное питание подключил к лабораторнику выставил 5 вольт им нужно их не рабочее напряжение 5 вольт давайте включим сначала при освещении посмотрим вот когда падает свет на дисплей как они светятся вот вот когда попадает свет интенсивный на дисплей то довольно читаем а как бы ну терпимо в общем внизу прекрасно видно цифры как я говорил с ними проблем нету теперь давайте я выключу освещение вот и смотрим сразу все поплыло плохо видно засвечивает непонятно секундочку и как читаются ну вот такая проблема так давайте их отключу так разбираются они легко сзади имеется вверху 4 шурупа и внизу сейчас я их раскручу доберемся до внутренностей и посмотрим что там налепили туда так шурупы я все выкрутил давайте снимать она легко отделяется стекло вот убираем его сторону чтобы не разбить и что же мы здесь видим вот так вот будет правильно значит когда их первый раз открыл то просто как бы ну все понял значит я думал изначально что здесь полноценные сегми сегментные индикаторы стоят везде но оказалось это не так вот эти стоят нормальные потому они хорошо и читаются изображение четкая а вот это вот какое-то пародия значит здесь расположены пластмасски такие как бокс или не знаю как их назвать и наклеена сверху такая липкая пленка сейчас я буду отдирать это аккуратно потихоньку вот она легко отдирается вот видим да внутри восьмерки у нас и внутри в ячейках вот этих расположены светодиоды такие плоские на конце не имеют линзу видимо для более интенсивного засвета сейчас я покажу это ближе всего так смотрим сейчас оттяну эту пленку значит вот находятся эти светодиоды в этих ячейках в общем я здесь пробовал разные варианты значит я их пробовал и подымать чтобы свет вверх шел и пробовал изоленту наклеивал внутри тоже ничего не дало просвещается была идея со светодиодами поменять поставить рассеянные они направлены здесь получается направленный свет думал рассеянный но подумал все равно не будет не даст это никакого эффекта потому как пластик этот просвещается все равно будет засветы и в общем пришел к такому решению не знаю насколько это поможет значит решил я применить вот такой от лак это темно-коричневый лак обычный для ногтей попробовал ним нормально развода вроде нету хорошо замазывает значит я также снял полностью эту пленку декоративной стой пластмасски пришлось раскрутить полностью основную плату чтобы с обратной стороны выкрутить два шурупа и снять вот этот пластмасску и если вы уже заметили видно внутри темная я уже прошелся лаком он высох вроде бы как на просвет нормально свет не пробивается не знаю сейчас будем пробовать сейчас я все это дело установлю надо еще как-то пленку это аккуратно приклеить в общем часа установлю и будем сравнивать если разница между этими сегментами в свечении продолжаем значит сегмент так называемый уже готов все приклеил удачно хорошо все приклеилось ровненько все плотненько значит давайте его теперь установим я пока лишь временно поставлю его на свое место сейчас включим и посмотрим как он будет светиться если смысл делать остальные сегменты так сейчас я выключу свет и подам питание вот видим красота двадцатка четкая видно отлично не засветов ничего нету не зря было потрачено время и силу на это ну вот если сравнивать с этими как видим да здесь конкретные есть засветы здесь четко ну все можно продолжать значит когда я доделаю полностью я повешу их на стену и посмотрим уже когда они будут полностью собраны посмотрим как все это будет дело работать смотрим конечный результат часы полностью собраны висят на своем месте но и вот час такой у них внешний вид намного лучше стало чем было четкое отображение цифры прекрасно видно их ничего не расплывается не сливается в общем довольно неплохой результат ну а для тех кто любит трудности танцы с бубном можете принципе покупать эти часы сами часы по себе довольно как бы неплохие ну именно в плане точности работают очень точно так что в общем как то так ну а на этом я буду заканчивать свое видео благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал оценивайте это видео жмите на колокольчик всем пока всем удачи до новых встреч